Привет! Сегодня я расскажу о трендах весны, а точнее об аксессуарах и как с помощью небольшой детали сделать любой ваш образ более интересным. Сразу отмечу, что тренды не обязательно должны всем нравиться и не обязательно все должны им следовать. Ведь тренд это что-то новое, что-то необычное, что-то интересное в образе. Поэтому они так часто меняются. Просто они надоедают. И в этом видео я покажу то, что лично я видела и то, что я отметила на показах весна-лет 2017, а благодаря интернету теперь это могут сделать все. И если вы не хотите пересматривать десятки и десятки показов, но при этом хотите знать, какие новые тренды будут этой весной, продолжайте смотреть. Поехали! Начну я со своего любимого аксессуара, а именно сережек. И, наконец-то, длинные, большие, именно такие массивные сережки это официально тренд. Я надеюсь, он мне не надоест, потому что сережки я люблю, особенно вот такие длинные. И еще один момент. Если вы боитесь перегружать образ двумя длинными сережками, можно ограничиться одной и носить в комплекте с маленьким гвоздиком или другой какой-то небольшой сережкой. Следующее это массивные украшения на шею. У нас все какое-то массивное из украшений. У меня таких украшений пока нет, поэтому образ с ними я показать не могу. Но я присмотрела уже несколько. По-моему, в H&M. Поэтому в скором времени пополню свою коллекцию. Именно такими ожерельями. Они смотрятся очень круто и главное не бояться такое носить. Следующая очень большая часть это ремни. Причем не просто ремни, а ремни-корсеты. У меня есть парочка подобных ремней, даже один военный. Как хорошо, когда у вас кто-то из родственников мужчин служил в армии. У них есть такие широкие классные ремни. У меня один такой есть, я очень этому рада. Такие ремни смотрятся с платьями, с рубашками объемными. И для особо смелых со свитшотами. Я не настолько смелая, чтобы носить их со свитшотом, поэтому ограничусь тонкой кофтой с длинным рукавом. Еще один момент, который я заметила у Альберто Ферресси. На ее показе модели вышли с двумя ремнями на талии. Вместо одного ремня корсета. По-моему, это смотрелось очень круто. Причем ремни были чем-то похожи, но они были и черные с черным, и черные с коричневым. Как вы видите, у меня черные с коричневым. Мне очень нравится. Это очень необычно. Я думаю, я надеюсь, не все будут так ходить, и можно будет этим выделиться. Следующая категория это кепки. И это отличный заменитель всем уже так надоевших шляп. Поэтому забудьте про шляпы, обратите свое внимание на кепки. Если вы смотрели мое видео про покупки в секонд-хендах Варшавы, то вы, наверное, знаете, что я люблю носить кепки козырьком назад. Но в этот раз я хочу вам рассказать о спортивных кепках. Прямо таких спортивных-спортивных. Надевайте ее козырьком вперед. Я думаю, с такими мне будет проще. Потому что я носила кепки, у которых почти такой вот прямой козырек. Не как у рейперских, но он такой слегка загнутый. А у спортивных кепок козырек прям полукругом. Такие спортивные кепки были замечены на показах Versace Versus и в образах стрит-стайл-звезд. Например, Мирославы Думы. Она сочетала спортивную кепку с строгим пальто. Также это будет круто смотреться с строгими брюками или строгим пиджаком, или все вместе. И строгие брюки, и строгий пиджак, и какое-то длинное пальто тоже будет смотреться неплохо. По крайней мере, немного спорта никому еще не видела. Особенно, что касается одежды. И последняя часть, она же самая большая, и думаю, будет занимать больше половины моего видео. Это необычные колготки. Начну я с не очень новой истории, а именно колготки под босоножки. Именно необычные колготки под босоножки, вот моя любовь. Мне очень нравится сочетание вот этих необычных колготок в горошек с синими, однотонно синими босоножками с платформой и на устойчивом толстом каблуке. О следующих колготках, я думаю, вы уже слышали, потому что это колготки в сетку. То есть опять привет 90-е. Причем сетка может быть разных, абсолютно разных цветов, но в основном это красный и черный, и также абсолютно разных размеров. Маленькая, средняя или большая. Лично мне больше всего нравится именно средняя сетка. Если говорить о сочетаниях, первый образ это такой образ Bad Girl, и на английском это звучит лучше. Черные колготки в сетку, плюс кожаная обтягивающая юбка, плюс майка с обрезанными рукавами, в которой я, кстати, сижу сейчас. И мои любимые мартинсы, которые все делают немножко лучше. И второе сочетание это колготки в сетку вместе с драными джинсами. Мне нравится именно когда джинсы такие широкие, и дырки в них прям дырки. Прям чтобы можно было коленку увидеть, это смотрится очень круто. У меня, к сожалению, нет таких джинс, но я планирую их купить. Но даже с белыми джинсами это смотрится не так обычно, как бы это смотрелось, если бы они были обтягивающие синие. И дырки тут есть. Они, правда, небольшие, но они есть. И колготки видны. А это самое главное. И следующее. Я не знаю, когда последний раз я видела на улицах людей в этих колготках. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это яркие колготки. На показе Carvan некоторые модели были в ярко-красных колготках. Первый образ с яркими колготками, а именно яркими красными колготками, у меня их две пары осталось. Они у меня очень давно лежат, и вот, наконец, пришел их час. Яркие колготки я пока немного боюсь носить, и поэтому в образе они у меня будут главные. То есть все остальное будет такое более нейтральное. Первый образ это яркие красные колготки в сочетании с длинным черным платьем. И моими любимыми ботильонами из Massimo Duty на каблуке. Абсолютно простые ботильоны, я их обожаю. Они все делают немного женственнее. Я рассчитывала, что буду выглядеть как рок-звезда, но почему-то у меня получилось как поэтесса. В принципе, смотрятся неплохо, и я всегда была за экспериментами. Следующие колготки. Я даже не знаю, как описать такой цвет. Такой яркий цвет морской волны. Наверное, так. Или ярко-голубой. Мне нравится, как эти колготки смотрятся с бежевыми или с серыми тонами. Поэтому я выбрала свою любимую прессированную юбку бежевого цвета из Topshop. И свободный свитер цвета пыльной розы. Также я добавила каблуки, а именно казаки от Ash. И образ получился такой романтичный, но при этом немного хулиганский. То есть понятно, что именно яркие колготки добавляют в образ. Мне это очень нравится. И опять-таки, главное не бояться экспериментов. Это все. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы узнали из себя что-то новое. И даже, возможно, вдохновились на эксперименты. Увидимся на следующей неделе. Я буду стараться, чтобы мы увиделись на следующей неделе. А не через две недели, как у меня это сейчас получается из-за учебы. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok